Просто интересно, именно вот так, экспромтом, встретив дорогого гостя из Америки, нашу Мария Ако, которой я не удержусь, всё-таки скажу, подписал книгу, потому что она там участвовала со своим предложением. Она там говорила о том, что если у вас руки не расходятся по вашему желанию, когда вы представляете, если не включается демоторный рефлекс, вы можете сначала внутри себя несколько раз помечтать, мысленно там разводить руки, мысленно там внутри себя, и когда они у вас, внутри вас начнут расходиться, то есть вы преодолеете барьер, тогда вы потом пробуете, чтобы они расходились, они начнут расходиться. То есть вы в самом обучаетесь преодолевать психологические барьеры. Да, это очень интересно. И поэтому сейчас, когда Мария ко мне приехала, я как раз не замедлился сразу спросить, а как там у вас в Америке, и как вообще вы к России относитесь. Хотя мы не занимаемся никакой политикой. Но Мария начала говорить мне о том, что нам сейчас надо заниматься именно позитивом. Как ты сказала, хорошо? Я сказала, что не надо пытаться ставить грань между собой и своими близкими друзьями, родственниками, которые, получив информацию из какого-то другого источника, говорят прямо противоположное вам. Потому что информацию можно найти, вот как я считаю, любую. Но может быть на ютюбе или на госканалах не любую можно найти. А в Телеграме, например, очень много всякого разного. Поэтому какая тебе нравится, тут ты начинаешь читать. Или какая тебе не нравится, тут ты начинаешь читать. И это формирует мнение. А понять на самом деле, можно каким-то образом узнать факты. Из многих источников один факт. Но объяснить, почему этот факт произошел, практически невозможно. Мы сошлись на том, что вообще не нужно критикой сейчас заниматься. Ни того, ни другого, ни третьего, ни пятого. А выдвигать позитивные предложения. А мы выдвигаем в нашей школе человек будущего, хомофутурус. Не только предложения. Что науку человечности надо создавать. И метод ключ изучать для того, чтобы освобождаться от страха и шаблонов мышления. На самом деле, я хочу сказать, что тут дело не только в предложениях. Да, в нашей школе мы можем обсуждать и что-то предлагать. И создавать какие-то клубы по интересам или еще что-то. Но мне кажется, что очень важно, чтобы каждый человек начал представлять образ будущего. Вот откинув все барьеры, вот как бы он хотел, чтобы жизнь была организована. Вот я, например, поняла, что мне нужно копаться в земле. А моему мужу, например, не нужно копаться в земле. Но, значит, нужно такое общество, чтобы человек мог выбрать, и чтобы у него была возможность это делать. Да, это мне непонятно. Я хочу копаться, я одновременно не хочу копаться. Нет, а чтобы один мог копаться, если он хочет, а другой, чтобы не нужно было. Значит, надо, чтобы люди жили ближе к земле. Да, безусловно. На свежем воздухе. Но при этом общество не должно быть устроено так, чтобы каждый создавал в себе, сажал грядку своего укропа и ел только с нее. А как это сделать? Вот, как это сделать? Вот мы и должны это придумывать в своих мыслях. Это очень сложный вопрос ты сейчас задала. Как это нам придумать, чтобы общество будущего, чтобы они одновременно могли иметь эту грядку рядом? И не обязаны были ее обязательно иметь, чтобы можно было заниматься чем-то еще. Слушай, это такая фантастика. У меня просто, я пока ума не приложу. А давайте мы просто сделаем. Но каждый человек должен думать о том, как ему хотелось бы жить. Да. Понимаете, я хочу жить хорошо. А вот что это значит, вот в деталях, вот мы должны продумывать. Потому что мы столько времени сейчас посвящаем тому, чтобы на интернете найти, что правда, что неправда. Каждый день читать новости и вот за этим следить, следить, следить. А надо нас, Маш, смотреть, правильно? Гораздо, гораздо важнее. Если этого, смотрите только нас. Нет, нас не надо с ним смотреть. Я же очень внимательно. Мы, наоборот, хотим сделать очень короткий ролик. И дело тут в том, что очень хорошо хотя бы какую-то часть времени, ну, скажем, 3 минуты здесь и 2 минуты там в день, уделять построению будущего. Маша так счастлива, что она на родине сейчас находится. Она так счастлива и так рада, что она там несколько дней может подышать московским воздухом. И московский воздух, это не просто воздух, это такое чувство, что вот ты с таксистом едешь, ты с ним можешь поговорить. Как со своим, да? Ну, просто откровенно. То есть как? Ну, я не знаю, что значит со своим. Не, а как откровенно поговорить. Ну, да, как со своим, да. О чем можно разговаривать откровенно? Даже таксист, который совершенно очевидно не русский, все равно он, вот часть... Российского духа. Российского духа, да. Да, российского духа, да, атмосфера психологическая. И вот этот российский дух, он есть здесь везде. Вот он называется московским воздухом. Ну, откровенно разговаривать нужно только с близкими, с друзьями, наверное, только с мамой. И с таксистами. И с таксистами. И с министрами, и с тангистами. Да. Но это на самом деле, мне кажется, очень важно. Вот сейчас удержать вокруг себя близких людей. Друзья, это очень важно. Вот этот момент очень важный. Не бейте с ними в отношения откровенно враждебные. Потому что, да, не надо... Потому что кто-то за это, кто-то за это. Ну, мы же все люди, друзья. И вы никогда не докажете никому, что и как. Более того, вы сами можете быть неправы. В этот конкретный момент, в этом конкретном месте. Но очень важно придумывать то, что мы люди. Именно люди, а не роботы. Поэтому наука человечности у нас и создаётся на нашем канале. Объединяться. Объединяться. Именно в мыслях. Вот эти мысли, они будут как паутинки окутывать всю планету. Вот берегиня, берегиня. Женщина берегиня. Конечно, они хотят всех обнять, чтобы был мир на планете, чтобы сохранить разум, чтобы дети росли здоровые и счастливые, хорошо учились в школе, слушались папу и маму. И если мы будем создавать эти образы, то рано или поздно, а скорее даже рано, они объединятся. Чем больше будет этих образов, чем они будут более детальны. Я так понимаю, что Мария, как многие люди, которые, ну идеалисты, идеалисты, я тоже идеалист. Они думают, что если хорошие люди объединятся и вместе в какое-то время думают о хорошем, то жизнь на земле улучшится. Ну, есть такие люди. Есть такие эксперименты. На самом деле психологи ставят такие эксперименты. Ну, пускай ставят. Пускай ставят, а мы будем работать. Поэтому есть уверенность, что именно так оно и работает. Но посвящать время этому гораздо полезнее для лично вашего благополучия, чем смотреть новости. Я не хочу на эту тему спорить, потому что если думать, что даже тысячу человек будут одновременно думать о чем-то, то жизнь поменяется. Это психологически так. Но это не телепатически так. Потому что очень много шизофреников существует на планете, которые думают, Бог весь о чем. Но жизнь от этого не изменилась. Телепатии-то такой прямой нет. Но действительно, если вы будете каждый день думать о хорошем, на самом деле вы заметите, что и ваше состояние улучшается, и отношение с людьми улучшается. Перестанем все время думать о плохом. Давайте будем искать, что у нас есть хорошее. А самое главное, самое главное, что мы все люди. И люди должны между собой объединяться. Правильно я говорю? Да, но я при этом думаю не просто о хорошем. А нужно создавать детали того мира, в котором лично вы хотели бы жить. То есть фантазировать себе в своем воображении. Да. И представлять. Женщина о чем фантазирует? О детях. О детях. Фантазировать. Я юморист, поэтому я скажу. Когда мужчина смотрит на женщину, когда они познакомятся, юные еще, он думает, какая она женщина и так далее. Ну, девушка там. А девушка смотрит на него и думает, как она будет ему в квартиру в своем шкафе, чемодан завозить или как это. Это юмор такой. Нет? Нет. Женщина думает только о том, как бы вот ребенок... Как Маша так серьезно отреагировала. Я же шутик. Я же... Поэтому вы с юмором реагируете на наши все разговоры. Юмор украшает беседу. А давайте на этой чудесной ноте завершим, чтобы ролик был короче и проще было смотреть. Друзья, шутите больше. И над собой тоже. До встречи.